Всем привет! С вами Megabzor.com. На прошлой неделе, тоже на выходных, мы изучали портативную колонку Hyper Retro L, выполненную в винтажной стилистике. Сегодня, продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет младшая модель, она, соответственно, стоит дешевле. Это Hyper Retro S, тоже в такой же винтажной стилистике. Рекомендована стоимость 2300 рублей, и как любые другие продукты этого производителя, они часто появляются дешевле в российских магазинах. Более подробная информация в текстовом обзоре. Комплект включает USB кабель, аудиокабель, руководство пользователя. В прошлом обзоре один из читателей отметил отсылку внешнего исполнения к стилю предмета во вселенной Fallout, и она тут действительно есть. Ожидаемая, тестируемая сегодня колонка выглядит проще, она же еще и меньше по габаритам. Внешне представляет собой уменьшенный по габаритам радиоприемник, справа цифровая шкала со стрелкой, а слева решетка динамика. В центре шкалы выведен окрашенный в бронзовый цвет барабан регулировки громкости. Диапазон регулировки тут широкий. Под ней еще два дополнительных барабана, с помощью них можно переключать треки и выбирать источник сигнала. Happy Red RS сопровождается группой светодиодных индикаторов активности. Есть аккуратная подсветка. Внешняя поверхность корпуса Soft Touch, со временем она будет собирать следы пальцев и пыль. У нас на тестах черная версия исполнения, и она загрязняется быстрее. Помимо нее есть темно-синяя, бирюзовая и деревянная. Рекомендуем обратить внимание на одну из двух последних. Они не только практичны, но и лучше раскрывают винтажный стиль. На обратной стороне microUSB, аудиоразъем и слот для карты памяти. Комплект на аудиокамеле при подключении также выполняет функцию антенны для FM-тюнера. Основание у колонки прорезинено для устойчивого расположения на ровной поверхности. Основной акцент сделан на средние частоты, а грехов и посторонних шумов замечено не было. Проблем с максимальным уровнем игроков тоже не было. На борту один 52-миллилитровый динамик. Встроенный микрофон для режима громкой связи. Для соединения используется Bluetooth 5.0. Установка его в недорогом устройстве весомый плюс. Он снижает вероятность проблем при соединении, а также увеличивает дальность подключения. Плюс этот протокол дает возможность подключать две такие колонки в стереопару. Из дополнительных источников также и встроенный MP3-плеер. Он считывает файлы с карты памяти в microSD. Распознаются все популярные форматы, определяются они общим списком. Режим рандомного считывания тут нет. Есть FM-радио. И напомню, для корректного воспроизведения нужно будет поставить комплектный аудиокабель. Подключить его, он будет выполнять функцию антенны. Диапазон позволяет ловить все российские радиостанции без ограничений. Предлагаю оценить качество звучания. Это портативная колонка, и тут есть встроенный аккумулятор с емкостью 1800 мАч. На среднем уровне громкости это примерно 4,5 часа работы. Восстановить заряд можно будет через microUSB. С удовольствием обсудим с вами колонку HyperRetro S в комментариях. Лайк, подписка приветствуется. Всем спасибо и пока-пока.